Всех видеть. Good morning всем вам. Обычно мы не любим говорить места на кладбище, сколько стоят цены, потому что цены, они меняются. Иногда человек может смотреть на это видео через 5 лет и думать, что цена до сих пор такая же. Поэтому мы хотим сообщить, что у нас есть места сейчас на Нью-Джерси. Нью-Джерси полтора часа езды и есть место, где один час езды. Места там от 2500 долларов. 2500 долларов, место на кладбище в Нью-Джерси. Есть два кладбища там, один полтора часа езды, один час. Это хорошо для тех, кто живет в Нью-Джерси. Или они, не дай бог, чем сжигать человека, лучше похоронят там. Если вы покупаете 10 мест, вы экономите очень и очень большие деньги, чем по 8 тысяч здесь или там. В других местах по 5 тысяч. И что стоит? Взять один автобус, 300 долларов, поехать с группой похоронить человека. Поэтому есть у нас места на кладбище в Нью-Джерси по 2500 долларов. Купи равеню, где всех хоронят, главное место Маунт Кармель, у нас есть места по 8 тысяч. Через офис будете покупать, будет по 10-12 тысяч, те же места. У нас по 8 тысяч. Это люди, которые купили Ашкеназы и уехали во Флориду, и они там умирают, пожилые люди. Поэтому эти места организация продает намного дешевле, чем в офисе. Вот места на купе равеню, где все хоронят, вот Section 2, и там по 8 тысяч. А есть еще другое место на купе равеню по 4500. Это самая дешевая цена, до 7 тысяч. А на Мейнстрице, кто хочет купить место, 6000. На Мейнстрице места по 6000. Там тоже можно ставить фотографии, и также можно ставить бетон, но там памятник должен... Там есть законы немножко насчет памятник. Лежачий памятник можно. Поэтому кому нужны места, звоните мне, и мы вам поможем приобрести места на кладбище. И дай бог, чтобы все жили долго, и чтобы никто не умирал. В 49-й экзоте места были по 3500, но они уже кончили. Сейчас места там по 5000. Но организация, которой мы там работаем с ними, они думают, может быть, еще у них будут места, которые меньше, чем... По 3500 уже навряд ли они дадут, потому что сейчас везде по 5000 там. Может быть, будет 3800, если будут эти места. Но пока что на 49-й экзоте по 5000 места. По 3500 уже кончились. Тем больше будете ждать, тем больше цена растет. Поэтому вот на данный момент вот эти цены сейчас. Мураб работай. Когда человек ест хлеб, надо, чтобы на столе была соль. Человек помыл руки и видит, что на столе нет соли. Должен ли он ждать, или он должен сказать барахон на хлеб, хоть даже нет соли на столе. Много раз человек говорит благословение на хлеб. И как только человек говорит благословение на еду, он должен через... Как можно быстрее должен поесть. То, на чем он благословил. Но я знаю людей, которые говорят благословение, потом они ждут, и они задерживаются 5 секунд, 10 секунд. Нет времени ждать. У вас есть 3 секунды, когда вы сказали благословение, что вы уже поели, начали кушать. Шалом алейхараби. Вот эти 3 секунды, даже меньше, как вы сказали благословение. Сразу надо начинать есть. А есть люди в Мазанол, потом смотрят туда, смотрят туда, думают, кушают, не кушают, разговаривают. Надо быть очень-очень осторожным. Если вы сказали благословение на хлеб и на столе нет соли, должны ли вы ждать, что принесли соль? Или ничего страшного, если на столе нет соли? Написано в Шулхан-Ару, глава 167, закон 5, не должен человек говорить благословение на хлеб, пока не принесут соль или любую вещь, с которой можно этот хлеб кушать. Это может быть сливочное масло, это может быть какой-то салат, чтобы вы хлеб с чем-то ели. Шулхан-Ару говорит, либо на столе должна быть соль, или какая-то закуска, с чем вы этот хлеб можете поесть. Почему? Почему надо? Это уважение для хлеба, чтобы человек хлеб кушал, чтобы хлеб был вкусным. Поэтому надо, чтобы была соль, и я предполагаю, что раньше на хлеб они соль не ставили. Сегодня, когда мы печем хлеб, мы, когда делаем тесто, мы ставим туда соль, уже хлеб становится, имеет немножко соль, он уже вкусный. Но написали тосфот, на Масехет Брахо, страница 40, что мы не приносим соль на столе. Почему? Потому что у нас соль уже вкусная, и у нас хлеб уже вкусный, хлеб, и он уже имеет соль внутри. Поэтому, согласно мнению тосфот, которые жили во Франции, ашкеназы, они говорят, ничего страшного, если на столе нет соли, потому что уже внутри состава этого хлеба там уже есть соль. И так написал Мордохи, глава 130, что ашкеназы, они не ставят соль, не обязательно ставят соль на столе, ашкеназы считают. Почему? Потому что уже внутри хлеба есть соль. И так написано в книге Бет-Йосеф, он приносит все эти мнения. Значит, написал Шуханарух, что если хлеб, она очень вкусная, уже там есть соль, не обязательно вам ждать, что вам принесли соль. И так написано в книге Шиэлёт учёт Бениамин Зеев, глава 353. Эта книга Бениамин Зеев, она имеет несколько томов, я видел эту книгу, что ничего страшного, если на столе нет соли. Значит, если у вас внутри хлеба там уже есть соль, как это бывает, почти во всех лепёшках, во всех бегалах там есть соль, правильно? Поэтому не обязательно говорить, чтобы на столе была соль. Однако, написал Рабимоша Иссерна, глава 167, что это митва, чтобы на столе была соль. Почему? Потому что во время существования храма, внутри храма был жертвенник. Там на жертвеннике они резали животных, приносили жертвы. И Тора говорит, в любой раз, когда ты приносишь какую-то жертву, обязательно там должна быть соль. Так как наш стол похож на жертвенник, поэтому обязательно надо, чтобы на столе была соль. Так говорит Рабимоша Иссерлан. Теперь вопрос. Говорит книга Маген Аврагам, надо, чтобы на столе была соль, или надо, чтобы обязательно вы макнули хлеб об соль? Митва, чтобы на столе была соль, и даже если вы эту соль не трогаете, или обязательно вы должны хлеб с солью. Окей, макнуть надо или нет? Рабим Манахем, который жил много лет тому назад, Рабим Манахем, он был очень и очень внимательным, чтобы обязательно на столе была соль. Как написано в Медраж, когда евреи сидят за столом, и они друг друга ожидают, чтобы они помыли руки, когда вы моете руки, у вас нет времени долго ждать. Вы должны как только, как можно быстрее помыть свои руки и сказать барахон на хлеб. Между ововением руки и между благословением над хлебом у вас есть 22 шага. Вот вы должны быстро-быстро, поэтому, когда мы моем руки, много людей нам уступают. Говорят, Рабай, вы мойте первый. Если у вас, например, в доме много гостей, и вы должны всех ждать, чтобы они помыли свои руки, потом вы говорите барахон на хлеб. Если вы мудрый человек, дайте всем сначала помыть руки. Помойте вы последний. Почему? Потому что, когда вы помоете последним, вы же Рабай, вы же человек, который старается законы не нарушать. Тогда вы между ововением рук и между хлебом, у вас не будет долго интервал. Вы сразу барахон скажете, уже все помыли, вы последним моете руки. Поэтому, тем быстрее вы говорите барахон на хлеб после ововения руки, тем лучше это для вас. И когда, говорит Медраж, вы ставите соль на столе, сатан не может уже про вас говорить плохие вещи. Говорит книга Шеалют, учет Двар Шмуя, глава 37, что если внутри хлеба уже есть соль, не обязательно, чтобы вы хлеб об соль макали. Достаточно, чтобы соль была на столе. Окей, значит, есть три мнения. Первое мнение, вообще соль не надо ставить на столе. Другое мнение, поставьте стол на столе, но не надо хлеб, чтобы трогал соль. Третье мнение, нет, соль и хлеб должны быть вместе. Раба Хаим Виталь, в книге Шара Митцвод, это был ученик Аризали, 450 лет тому назад, он говорит, нет, обязательно вы должны хлеб и соль сделать вместе. Слово Лехем и слово Мелах, те же буквы. У Бога есть имя, Ютке, Вавке, числовое значение имени Бога, это 26. 26 умножить на 3, сколько будет? 78. Слово хлеб имеет числовое значение 78, и слово Соль, Мелах, тоже 78. Это три раза имя Бога. Поэтому вы должны обязательно взять хлеб и поставить на соль. Я знаю несколько человек, которые режут хлеб, они кушают кусок хлеба, потом они режут, много-много гостей, они берут соль и что делают? Они сыпают сверху соль, они думают, что это какой-то салат. Это можно так или нет? По закону это считается. Но нехорошо, нежелательно этого делать. Почему? Потому что хлеб считается милосердием. Соль считается, медатадин, когда Бог строгий. Поэтому милосердие должно побеждать зло. Хлеб это милосердие, соль это как зло. Поэтому милосердие должно быть наверху и контролировать зло. А когда вы ставите соль сверху, хоть даже это считается, бодиа в одной, желательно этого не делать. Окей. Здесь много-много есть секретов, которые написал Рашаш. Что надо иметь в виду, когда вы ставите хлеб об соль? Хлеб надо ломать с того места, где он хорошо подгорел, где он хорошо спекся и надо быстро покушать, потом уже режет дальше. Некоторые люди режут, потом начинают кушать. Нет. Как вы барахо сказали, вы должны быстро себе кусочек поломать, порезать и покушать, и потом другим начинать резать. Не обязательно. Главное, что вы начали кушать. И месяц 38 грамм. 29 грамм минимум. Смотрите, в субботу надо, чтобы каждый человек имел две лепешки. Но мы не можем две лепешки для каждого раздать. Поэтому в субботу надо, чтобы все домочаты слушали ваш барахо. Вы должны для всех иметь в виду, что я сейчас для них говорю барахо. Иначе, если вы скажете барахо на две целые лепешки, а вы потом по кусочку им даете хлеб, тогда они считаются, как будто две лепешки не держали. Только вы имели две лепешки. Поэтому надо уже до омовения рук сказать, что я, когда буду говорить барахо на хлеб, все вы имейте в виду, что я для вас говорю барахо на хлеб, потому что это как будто вы тоже две лепешки держали. Нехорошо. Если этот человек неграмотный, он не знает, что надо для всех иметь кавана, или вы кавана не имели, тогда каждый для себя говорит барахо. Здесь очень много вещей написано. Что будет, если, например, у вас нет соли? Соль это самая дешевая вещь на свете. Чего они будут дешевее, чем соль есть? Спички дешевее, чем соль. Соль это самая дешевая вещь. Это в Союзе спички была коробка одна копейка. Но все равно соль, все знают, это самая дешевая вещь на свете. Почему? Потому что соль, каждый год океан производит 400 миллион тонн соли. Только его обработают, это берет время, и как бы для этого, потому что она не всегда белого цвета, она много раз красного цвета, они его должны, как говорится, обрабатывать. Но соль это самая-самая дешевая вещь на свете, соль. Лимит нету. Итак, если нет у вас соли, у вас только есть сахар. Можно ли вместо соли, чтобы вы поставили на столе сахар? Говорит Мхатан Софер, если нет у вас соли, хотя бы сахар поставьте на столе. И так написано в книге Яфеля Лев, том 1, глава 167, если у вас нет соли, поставьте сахар. И смотрите, что написано в книге Халахат Кутано, том 1, глава 218, что можно было даже вместо соли поставить на жертву сахар, так он пишет. Но Бен Ишхай не согласен с этим. Великий мудрец Бен Ишхай, который жил в Багдаде 110 лет назад, он скончался. Он в своей книге Раф Паалим, у меня эти книги есть, 4 тома. Том 2, глава 4, говорит, что это неправильно, что жертву, как будто бы они ставили сахар вместо соли, это говорит, не считается. Обязательно соль должна быть. Поэтому в заключение я хочу вам всем сказать, перед тем, как человек моет свои руки для хлеба, надо, чтобы он поставил соль на столе, если он хочет, чтобы никаких вопросов не было. И когда он говорит благословение на хлеб, 10 пальцев должны держать хлеб. И потом он должен окунуть хлеб в соль. Но если у него нет соли на столе, ничего страшного, он может на соленый огурец или на другие вещи. Три раза он должен это сделать. На этом мы закончили наши речи. Всем вам спасибо за внимание. Барухадунай лаулам. Амин.